Всем привет, с вами Андрей Кубик. Сегодня будет мега короткий выпуск, надеюсь, что минут на 10. Ну, я этого еще не знаю, потому что я еще не снял, а вы это знаете, потому что его уже видите. Я заметил, что на видео на канале, которые посвящены рисованию в пейнте, актив немножко больше, поэтому решил, что надо продолжать эту тему. И сегодня будет две картинки. Одна картинка будет вот такая. Эту картинку я рисовал себе в книжку, которую я пишу про кубинг. Называется кубинг от простого к сложному. И вот такая картинка. Ой, сейчас меньше сделаю. Вот такая картинка, которую я недавно рисовал себе на логотип в группу ВКонтакте. Ссылочки в описании. Ну что, поехали. Пыщ, 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 заставка. Так, давайте начнем с простой картинки, с вот такой. Я уже себе наметил некоторые действия, которые мы должны сделать. Значит, во-первых, мы должны залить фон черным цветом. Я напоминаю, что вот здесь вот есть два цвета. В описании будет ссылочка на видео по... Вы будете сменяться обучалке рисования в питоне. О, господи, в питоне. В пейнте. Да, в пейнте, конечно, в пейнте. Вы будете сменяться, потому что тут есть очень много интересных фишек, которые очень неочевидны. Например, то, что можно... Ну, это такая маленькая фишка, что вот если я сейчас делаю задний цвет не черным, то я сейчас этого делать не буду, но просто поверите, что если я сейчас нажму правую кнопку мыши и левую кнопку мыши, выделив заливку, то у меня будет разный эффект. Если я сделаю левую кнопку мыши, то будет красный. Если правую, то будет черный. Значит, давайте дальше мы нарисовали шестиугольник. Вот отсюда вот. Я зажимаю shift и тяну. Соответственно, он получается как правильный шестиугольник. Дальше что мы сделали? Дальше мы... Давайте я буду повторять. Так, секундочка. Сейчас я сделаю. То есть вот, если, например, я сделаю здесь серый, то я могу здесь делать вот хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. То есть разные цвета. Значит, теперь вот я делаю шестиугольник, делаю его белым цветом. Сейчас зажимаю shift, рисую. Дальше там действие следующее происходит. Я рисую линию. Давайте я сейчас сделаю совсем близко. И нарисую линию вот здесь. Так, чтобы она была ровной. То есть, чтобы не было вот этих вот мохнатостей. Да, вот этих углов. Делаю вот так. Теперь я выделяю ее. Если я выделяю прозрачное выделение, то у меня обязательно задний цвет должен быть черным. А почему? Потому что в предыдущем видео все было. Вот я выделил, соответственно, кусок. И вот я его могу растягивать дальше до бесконечности. Поскольку у меня прозрачное выделение, я могу сделать вот так. Могу сделать вот так. А если бы у меня было не прозрачное выделение, то есть вот я сейчас прозрачное выделение уберу, я начинаю ее двигать. И сейчас будет видно, что вот. Он нарезает, не хочет. Вот. Значит, давайте посмотрим дальше, что там делается. Вот мы выделили эту линию. Вот мы ее продолжили. Дальше есть два варианта пути. Нам нужно нарисовать все линии вот здесь диагональную, и здесь диагональную. Я уже рассказывал, как в, хочется сказать, в питоне, в пейнте, как в пейнте развернуть фигуру на N градусов. То есть вот если я ее выделю вот так, нажму right-клик, и вот здесь есть повернуть. Повернуть на 90 вправо, на 90 влево, на 180, по вертикали, по горизонтали развернуть. То есть здесь нет такой опции, чтобы можно было взять вот так за колесико потянуть, и она крутилась бы. Но в пейнте это можно сделать. Немножко обходным маневром смотрите в описании. Или вот здесь, вот в правом углу верхнего экрана сейчас должен был выехать такой информационный крокодил. Нажимаете на него, там, соответственно, все ссылки есть. А мы едем дальше. То есть еще раз, можно вот этот. Где он? Вот. Приехали. Так, извините за заминку. Ну, значит, можно вот эту фигуру развернуть на 60 градусов, получается, да? И эта линия, соответственно, будет уже вот такой. Потом еще на 60 будет вот такой. Потом мы все это накладываем просто друг на друга, и получается вот так вот линия. Но мы сделаем гораздо проще. Мы сделаем просто руками. Раз-два. То есть вот куда-то устанавливаем сюда этот бегунок, курсор, да? И, соответственно, просто рисуем линию. При этом приятная вещь в том, что если, например, я сейчас увеличу сильно много, потому что здесь нужна очень большая точность. То есть мы должны видеть, что у нас все хорошо. И вот я рисую линию. Я после этого могу сделать меньше, сделать больше. Нет, меньше больше не могу. Нет, могу, могу. То есть вот я после изменения масштаба, после перемещения, я все еще могу редактировать ту же самую линию. Это очень удобно. Это могло бы быть иначе. Так, значит, давайте дальше мы обрезаем то, что нам не нужно, удаляем. Вот эти вот вещи мы удаляем. Хоп-хоп. Все, а теперь у нас есть такой кубик. Он большой, он с толстыми линиями нарисован, да? То есть все красиво. Значит, дальше мы рисуем точно так же зеленую линию, так, чтобы она нарезала на все вот эти вот, чтобы не было вылезающих белых пикселей. Дальше мы точно таким же макаром рисуем красную и синюю. Сейчас я перерисую в синюю, желтую. Э, в синюю, вот эту нижнюю. Значит, дальше мы удаляем те, то, что нам мешает. Сейчас, секунда. Так, вот. Значит, теперь я могу залить черным цветом вот это. Ой, я сказал черным. Да, черным, значит, черным у меня задний цвет, да? Поэтому я буду клацать правой кнопкой мыши. Если я нажму левый, то это будет красный, потому что вот он справа. Этот слева, значит... Нет, извините, этот слева, этот справа. Значит, я буду клацать правую. Клацаю правую, клацаю правую, клацаю правую. Вот и все. Так, единственное, что... Давайте я немножко еще сделаю. Вот так надо сделать. Все, теперь мы можем рисовать... А, я должен синюю ее сделать, да? Правильно? Вот я, соответственно, сделаю ее в синей. Все, и теперь смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что вот эти вот... В местах, где соединяются эти две линии, белая и красная, белая и зеленая, белая и синяя, цветная линия налезает, как и вот здесь. То есть вот у нас вот здесь синяя, здесь у нас красная, здесь у нас зеленая. Они сверху. Все замечательно. Теперь надписи. Значит, давайте я сделаю надпись. Вот она надпись. И теперь, если я сейчас сделаю здесь чуть меньше масштаб, то он будет... А, ну, кстати, нет. Обычно, когда я выделяю, и вот здесь вот первый раз я... Первая надпись, я меняю масштаб. Paint очень долго висит. Это его такая особенность. Не удивляйтесь. Так, зеленая у нас будет. Это зеленая. Мы располагаем, ну, приблизительно посередине кое-как. Сейчас, если что, мы, может, поправим. Дальше мы рисуем синим... А, это, извините, красным, красным. Красным. Руб. И зеленым куб. Простите, синим. Синим, конечно, синим. Вот. Все. И теперь нам нужно сделать так, чтобы эти надписи были наклонены. Значит, что мы делаем? Ну, в том видео, в принципе, я все рассказывал. Единственное, что, вот если мы сейчас сделаем, например, с прозрачным выделением. Да, с прозрачным. Если я сейчас сделаю что-то вроде... Давайте я сейчас от балды сделаю. Ну, получилось, но могло не получиться. То есть, если иногда Paint глючит, если у него сделано прозрачное выделение, то при наклоне, повороте, там, на 90, на 90, неважно, растягивании, периодически он обрубает картинку. То есть, ну, просто обрубает. Поэтому, желательно при таких вещах прозрачное выделение вырубать. Значит, мы делаем сменить. Только перед этим мы должны... Сейчас я объясню. Мы можем сделать вот так. Но нам нужно сделать в обратную сторону. А в обратную сторону оно не действует. То есть, если я возьму вот так, сделаю минус 30, то он будет ругаться. А, ну, собственно говоря, вот он сделал все равно 30. Поэтому, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать немножко хитро. Мы должны ее развернуть вот так. Сделать ее на 30. А теперь развернуть обратно. Хитро, да? Вот и все. Давайте я сейчас это выделю. По-позрачному. И перенесу сюда. Все. Пол дела сделано. Значит, теперь с этой все будет гораздо проще. Потому что ее не надо реализировать. Изменить размер. Растянуть. 30. Все замечательно. Ну, вот на глаз как-то сделали. Ну, и теперь последнее. Здесь действие. Сейчас. Здесь мы должны, напоминаю, сделать вот такую картинку. Вот такую. То есть здесь надо сделать и так, и сяк сверху, да? Что мы делаем? Правильно. Мы выделяем половину. Ну, допустим, вот так. Ее разворачиваем, как только что разворачивали предыдущий. Дальше делаем изменить размер. Делаем точно так же 30. Вот, видите, вот она обрезалась. Поэтому мы должны сделать непрозрачное выделение. Все. Значит, разворачиваем. Отразить по горизонтали. Изменить размер. Здесь делаем 30. Вот все замечательно. Ее мы пока что оставим. Сейчас только ее обратно разверну. Теперь эту штуку мы делаем просто на 30. Изменить размер. Растягиваем по вертикали. 30. Вот. Значит, теперь давайте мы ее тоже сделаем прозрачным. Нет. Стоп. Прозрачным. Давай, делай. Ну, у нас получилась немножко другая картинка. Но не суть. Она тоже хорошая. Я немножко налажал с направлением. Ничего будет такая. Так, давайте вот здесь есть еще одна фишка. Мы можем сделать выделение. Нарисовать его. Допустим, вот так. Ну, и давай уже конец. Так, здесь стрелочками надо работать. Ну, не знаю. Не получилось красиво, но неважно. Короче, получилась такая ерунда. Ладно, давайте попробуем следующую нарисовать. Надеюсь, получится лучше. Давайте вот здесь я все это удалю. Так. И нарисуем мои любимые кубики. Так, значит, рисуем шокального качества графики линию. Сделаем так, чтобы у нее все были одинаковые. Вот эти вот ступеньки, да, одинакового размера. Ой, это я, потому что за один цвет не сделал. Ага. Так, прозрачное выделение. Ну, и в принципе, тут все то, что было много-много раз на канале. Ой. А, ну можно и так. Так, теперь это мы сохраним. Это мы повернем. Это мы сделаем вот так. Теперь. Ага. 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 И, ага. Все. У нас есть кубик. Теперь, чтобы этот кубик не поломать, мы его сохраняем. Это я нажал Ctrl и потянул. Да, опять же, в сеном видео все было. Теперь, чтобы его дублировать, мы его зальем немножко. Ой-ой-ой, не так. Вот так. И теперь сделаем... Ой. Сейчас. Задний цвет белый, передний цвет, неважно какой. Все. Теперь мы что делаем? Теперь мы, например, можем сделать вот так. Напоминаю, я рисую картинку... Вот такую картинку я рисую. Правильно? Значит, вот мы сделали раз. Теперь что мы можем сделать? Мы можем это сдублировать. Ctrl нажимаю и переношу. И теперь мы делаем вот так. Теперь мы делаем. Это выделяю. И сейчас будет еще одна хитрость. Ага, ага. Ага. Раз. Вот здесь надо досчитать. Раз, два, один. 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 И пока нам не понравится то, что мы сделали. Ну, например, вот так. Например, вот так. Теперь я точно так же выделяю, перемещаю, дублирую, накладываю. Все. И теперь точно так же мы эту вещь дублируем и перемещаем. И накладываем. Раз. Раз, два, раз, раз, два, раз. Раз, два, раз, раз, два, раз. Вот так. Ну и теперь, соответственно, берем ее. И накладываем вот сюда. Все. У нас получился достаточно хороший кубик. Теперь что мы можем сделать? Сейчас. У нас надо сделать центр, ребро и угол. Да? Соответственно, нам нужно три таких кубика. Расширим область. Сделаем себе местечко. Так, секунда. Я хочу, чтобы они были ровно. Поэтому я хочу сделать... Чтобы оно не мышкой двигать, да? А именно стрелками. Стрелками. Вот. И теперь, чтобы они были тоже на равном месте, на одинаковом месте. На одинаковом расстоянии, точнее. Я тоже выделяю и переношу. Все. Они на одинаковом расстоянии. Теперь мы делаем серый цвет. И здесь заливаем вот это. Здесь заливаем вот это. Здесь ребра. Очень творческий процесс. Расслабляет. Ага. Ой. Ага. 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 И теперь, соответственно, углы. Углов у нас восемь. Но на самом деле у нас здесь семь углов, потому что восьмой он сзади. Его не видно. Ну, вот и все. То есть, вот у меня, соответственно, картинка вот эта. Ну, то есть, понятно, что без надписей. Надписи можно сделать. Это не проблема. Вот. Ну, и давайте я сделаю еще последнюю магию. Я ее увеличу. Эту штуку я сейчас уберу. Так. Ну, это давайте я тогда удалю. Это нам уже не нужно. Удаляйся. Так. Ну, здесь немножко не влезает. Ну, и ладно. Ладно, не сделаю я этого. Ну, я хотел сделать что? Я хотел сделать взять ножницы. Давайте я один кубик сделаю и закончу на этом. Вот я сделал ножницы. Вот я его выделил. И теперь, если я вот сюда вставлю, то он будет гораздо больше по масштабу. Вот он будет вот такой. Ну, вот и все. На этом всем пока. С вами был Андрей Кубик. Подписывайтесь, ставьте лайк, если хотите. Помощь каналу. Зовите друзей и не забывайте рисовать в пензе. Это очень интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok